Так, мы продолжаем обсуждать билинейные квадратичные формы и, в частности, продолжаем обсуждать спектральную теорему. А сегодня поговорим еще про одну штуку, очень важную, которая называется критерий Сильвестра. Спектральная теорема и критерий Сильвестра. Значит, я напомню формулировку спектральной теоремы, которую я безуспешно пытаюсь доказать уже третью лекцию, но на самом деле я думаю, что сегодня все-таки докажу до конца. Значит, напоминание. Спектральная теорема. Значит, она утверждает следующее, что пусть у нас есть симметричная матрица B с вещественными элементами. И пусть на пространстве В задано скалярное произведение. Какое-то скалярное произведение и базис ортонормированное относительно этого скалярного произведения. Тогда справедливо два утверждения. Первое. Матрица B имеет только вещественные собственные значения. И второе. Существует ортонормированный базис, в котором линейный оператор, задаваемый в исходном базисе матрица B задается диагональной матрицей. Иными словами, мы говорим, что у матрицы B есть диагонализирующий базис, и при этом это не просто, а бы какой диагонализирующий базис, а диагонализирующий базис, который является ортонормированным относительно того же самого скалярного произведения, с которого мы начинаем. В прошлый раз мы доказали первое утверждение полностью, и во втором утверждении нам оставался один момент. Но я сейчас передокажу второе утверждение, видимо, с самого начала. Значит, мы воспользуемся тем же трюком, который мы воспользовались в прошлый раз, но для того, чтобы доказать чуть-чуть более общее утверждение. Значит, у меня сейчас будет доказательство второго пункта. Смотрите, значит, я напомню, что, опять же, в порядке напоминания, я напомню, что бывают такие штуки, как ортогональное дополнение до некоторого линейного подпространства. Значит, если у нас есть W, это какое-то линейное подпространство, то можно задать его ортогональное дополнение. Это есть множество всех векторов. W маленькое, которые ортогональны всем векторам из W. Для всех W из W большое, скалерное произведение W равняется 0. Значит, и на самом деле мы, не помню, обсуждали на лекции или нет, кажется, нет, что если у вас есть какое-нибудь линейное подпространство в пространстве W, то пространство W раскладывается в прямую сумму. Значит, W — это есть W, прямая сумма, W, W, ортогональное дополнение. Ну, действительно, мы в прошлый раз выяснили, что размерность у них дополнительная, а с другой стороны, понятно, что они не пересекаются. То есть пересекаются только по нулевому вектору. Потому что если бы какой-то вектор одновременно входил и сюда, и сюда, то это означает, что он был бы перпендикулярен сам себе. Действительно. Пересечение. Есть только нулевой элемент. Иначе, если бы существовал какой-то элемент U из пересечения, то тогда с одной стороны U должен был бы быть перпендикулярен всем векторам отсюда, а с другой стороны U должен принадлежать вот этого множества, а с другой стороны он должен быть перпендикулярен всем векторам этого же самого множества. Тогда u из w, но для всякого w из w, u w 0, следовательно, u u равняется 0. Но из положительной определенности скалярного предведения следует, что тогда такой вектор обязательно нулевой. Значит, эти два пространства не пересекаются. Размерности, как мы в прошлый раз выяснили, у них дополнительные. Ну, значит, все наше пространство раскладывается в их прямую сумму. Размерности дополнительные. Вот. И мы сейчас будем этим пользоваться. Давайте возьмем какую-нибудь произвольную матрицу B с симметричной матрицей. Значит, у нее, как известно, все собственные значения вещественные. Это означает, что есть, ну, это означает, что есть, по крайней мере, один собственный вектор с вещественным собственным значением. Давайте возьмем какой-нибудь собственный вектор. Значит, один, по крайней мере, точно существует. Про то, что существует большее количество собственных векторов, мы, вообще говоря, не уверены. Но, по крайней мере, поскольку хоть какое-то собственное значение существует, у этого собственного значения обязан быть собственный вектор, просто по определению собственного значения. И поэтому никуда не денемся, значит, какой-то собственный вектор будет. Давайте теперь сделаем такую вещь. Давайте рассмотрим пространство, которое натянуто на этот собственный вектор, и рассмотрим ортогональное его подпространство. Значит, мы знаем, что вот это подпространство инвариантно под действием оператора B. Я хочу доказать, что вот это подпространство тоже инвариантно относительно действия оператора B. Давайте это докажем. Докажем, что... Инвариантно... Относительно B. Давайте я, чтобы следовать моим конвенциям, давайте я скажу, что вот этот вектор пусть будет не V, а W. W маленькая. Векторы отсюда я буду как-нибудь по-другому позначить, допустим, букву V. Значит, пусть... Значит, у меня сейчас вот этот самый W — это собственный вектор. Значит, что можно сказать? Давайте посмотрим на... Возьмем любой вектор вот отсюда и подействуем на него оператором B. Рассмотрим B. Я хочу сказать, что B, W должен быть ортогонален вот этому вектору W. Ну, давайте проверим, что это так. Значит, возьмем, посмотрим на скалярное произведение вектора BV и вектора W. Значит, вот такое скалярное произведение. Ну, что такое это скалярное произведение? Это есть такая штука. Это есть просто я беру вектор W, записываю его в виде строки и умножаю матрично на результат применения матрицы B к вектору W. Значит, запись в координатах ровно вот такая. Это связано с тем фактом, что наше скалярное произведение стандартное, а это связано с тем фактом, что мы сейчас работаем в базе, которая ортонормирована. Значит, так как базис ортонормирована. Скалярное произведение стандартное. Ну, хорошо. То есть, получается, значит, скобочки я могу убрать, остается такая штука. Теперь догадайтесь в трех раз, что я буду с этой штукой делать. По мотивам предыдущей лекции. Транспонировать. Совершенно верно. Давайте мы эту штуку транспонируем, посмотрим, что получится. Значит, опять же, вся эта штука – это некоторое число. Скалярное произведение – это число, это тоже число. От того, что я транспонирую, оно не поменяется. Значит, я могу сказать, что эта штука – это то же самое, что V, T, B, V транспонированное. Ну, давайте транспонировать. Это будет V транспонированное на B, W. Что получается? Смотрите, у меня B, W принадлежит тому же самому пространству W. В данном случае все совсем просто. B, W – это просто вектор, который пропорциональный вектору W. Потому что W – собственно, вектор по определению того, кто такой W. Значит, можно эту штуку записать так. Это есть V, T, LAMBDA, W, где LAMBDA – это собственное значение этого вектора. Что можно сказать про эту вещь? Давайте я ламбду вынесу, останется V, T, W. Что вы можете сказать про это выражение? Ну, давайте, скажите. Ноль. Почему ноль? По определению V. Ну, да. Потому что мы сказали, что V из ортогонального дополнения к W. Значит, V ортогонален любому вектору из W. Значит, V ортогонален нашему этому W. Значит, мы так определили, мы так просто определили это пространство. Стало быть, это ноль. Значит, это то же самое, что LAMBDA, W, и это ноль. Ну, как, вроде доказали. Значит, из-за этого следует... Давайте я уже допишу. Значит, из-за этого что мы доказали? Из-за этого мы доказали, что B, V ортогонально W, и, следовательно, B, V принадлежит снова вот этому пространству. Смотрите, что мы получили. Вот у нас есть наш собственный вектор. У него есть ортогональное дополнение. Наш собственный вектор образует инвариантное подпространство. Ортогональное дополнение тоже образует инвариантное подпространство. Что мы будем делать дальше? Какой следующий шаг? Есть какие-нибудь идеи? Или есть какие-нибудь вопросы по вот этой части доказательства? Значит, вот сейчас некоторый замкнутый кусочек доказательства полностью на экране. Есть ли какие-то вопросы по нему? Если вопросов нет, тогда скажите мне, какой следующий шаг будет? Индукция. Индукция. Стандартное скалярное произведение означает, что у вас скалярное произведение между произвольными векторами U и V. Это есть просто U1, V1 плюс и так далее плюс UN, VN. И оно в матричной форме записывается так. Вы берете вектор U1 и так далее, UN, умножаете его матрично на вектор V1 и так далее, VN. Значит, как правило, когда мы записываем вектор в матричном виде, мы записываем в виде вектора столбца, и поэтому я пишу здесь, что V я транспонировал, а W оставил каким-то есть. Значит, это, опять же, вот это замечание здесь важное. Если бы базис не был артонормирован, скалярное произведение не было бы стандартным, такая формула не работала. Но в данный момент я работаю только с артонормированным базисом, не так проще. Так, хорошо. Есть ли еще вопросы по этой части доказательств? Окей. Едем дальше. Значит, что делаем дальше? Ну, да, Анна предлагает индукцию, и это хорошая идея. Ну, действительно, фактически, что происходит? Смотрите. Вот есть у нас наше пространство. Вот выделили мы в нем вектор собственный, значит, W. Дальше. Выделили ортогональное дополнение. Теперь мы можем взять и наш оператор, который издается матрицей B, ограничить на это ортогональное дополнение. На этом ортогональном дополнении фактически задан новый оператор. И что мы можем про этот новый оператор сказать? Что мы можем сказать про ограничение оператора B? Значит, ограничим B, оператор B. Значит, я сейчас отождествляю оператор с матрицей, имея в виду, что оператор B – это оператор, который в стандартном базисе задан матрицей B. Значит, ограничим оператор B на подпространство вот это, W – это подпространство, W – ортогональное. Значит, ограничим на эту штуку. Вот мы получили некоторый новый оператор, который действует из этого подпространства в себя. Но действует на этом подпространстве так же, как наш исходный оператор B. Ограничение работает. Вопрос. Что мы можем теперь сказать про этот оператор? То есть, про вот этот оператор B в ограничении на блочно-диагональный. Но почему мы это можем сказать? Ну, можно, конечно, сказать просто по индукции. Можно сказать, что мы можем делать индукцию по размерности и говорить, что окей, мы снизили размерность, и для меньшей размерности уже доказано, что он блочно-диагональный. Ну, точнее, то, что он блочно-диагональный следует вообще для любого оператора, верно. А я хочу какое-то более сильное утверждение. Что можно точно сказать про оператор B? Не про оператора B, а вот про этот оператор, который в ограничении стоит. Диагонализируем. А почему диагонализируем? Можно сказать по индукции. Но если не говорить по индукции, можно, на самом деле, можно сказать просто. Смотрите, я точно знаю, что к этому оператору, вот к этому оператору можно применить ту же процедуру. А именно, у этого оператора точно есть собственный вектор. Ну, потому что у любого оператора, значит, он... Единственное, что нужно сказать, это нужно сказать то, что этот оператор по-прежнему задается симметричной матрицей. Почему это так? Ну, давайте посмотрим. Значит, оператор... Давайте вот что сделаем. Давайте рассмотрим некоторый артонормированный базис. В... В... Вот такой штуки. В... Значит, я утверждаю, что матрица оператора... Давайте я его назову B с волной оператора B, ограниченного на вот такую штуку в новом базисе симметричной. Симметричной. Значит, давайте посмотрим, почему это так. Это некоторое отдельное утверждение. Смотрите. Давайте я сейчас сформулирую отдельную отдельную лему на эту тему. Смотрите. Давайте посмотрим на следующую штуку. Вот пусть у меня есть два артонормированных базиса. Значит, у меня есть один артонормированный базис и есть другой артонормированный базис. значит, пусть есть два артонормированных базиса и задан некоторый линейный оператор. давайте A с матрицами. Значит, у них матрицы такие. Матрица A в исходном базисе и A' в новом. Я утверждаю, что если матрица A симметрична, тогда A' тоже симметричен. Переход к новому артонормированному базису не изменяет симметричности матрицы. Если матрица была симметрична, она остается симметричной. Ну, почему это так? Смотрите. Давайте заметим вот что. Давайте заметим, что симметричность нашей матрицы, нашего оператора, эквониантна такому утверждению, что матрица асимметрична тогда и только тогда, когда для всяких векторов U и V Ау Давайте я так напишу. Ау V равняется UAV. Почему это так? Ну, давайте посмотрим. Дело в том, что можно с помощью вот таких операций вытаскивать просто компоненты матрицы А. А именно. Действительно. Давайте возьмем в качестве U вектор Еитый, а в качестве V вектор Ежитый. Что тогда такое АИТО, скалярное произведение с Ежитым? Значит, иными словами, это такая штука. Значит, вот у меня здесь есть матрица А, и я ее умножаю с одной стороны на вектор ЕИТый. Ну, допустим, я справа ее умножу на вектор ЕИТый. Значит, что здесь получается? Вот. Сейчас, нет. Здесь, видимо, нужно нам наоборот на вектор Ежитый умножить. Значит, нолик, единичка, нолик. Вот здесь будет ЖИТая, а тут будет, соответственно, нолик, единичка, нолик. Это будет на ИТой позиции. Значит, чему равняется значение такого выражения? Ну, А и ЖИТая. Значит, если у нас матрица А, это матрица, которая состоит из вот таких вот, значит, вот такая матрица, то тогда вот эта штука это просто А и ЖИТая. Но это означает, что если мы просто будем в качестве векторов У и В подставлять базисные векторы, то вот эта штука будет нам выдавать А и ЖИТая, а вот эта штука будет выдавать наоборот АЖИТая. Значит, правая часть есть АЖИТая. Значит, таким образом вот это равенство, если сюда подставлять базисные векторы, оно будет означать, что А и ЖИТая равняется АЖИТому, это означает как раз, что матрица симметрична. Теперь смотрите, значит, можно сказать так, можно сказать, что у нас есть один и тот же линейный оператор, вот этот, который записывается в разных базисах с помощью разных матриц. но заметьте, что и в исходном базисе, и в новом базисе скалярное произведение записывается одной и той же формулой. Поэтому, если я беру и смотрю на вот это выражение, значение вот этого выражения должно быть одинаковым в старом и в новом базисе. А именно, если у меня есть два вектора, значит, пусть О, У, штрих, В, штрих, это координаты векторов О, У и В в новом базисе, тогда А штрих, У штрих, В штрих это то же самое, что АУВ. Скалярное произведение не поменялось. Почему это равенство верно? потому что у нас фактически справа и слева записано скалярное произведение одной и той же пары векторов. Просто здесь оно записано в одном базисе, а здесь оно записано в другом базисе. И поэтому, если вот это равенство верно для исходного базиса, то оно верно также и для нового базиса. Если оно верно для всех векторов У и В здесь, то оно верно и для всех векторов У штрих, В штрих здесь. Но поэтому матрица А штрих тоже симметрична. На самом деле, давайте я еще одним другим способом попробую доказать. Может быть, другой способ будет чуть более прямолинейный и чуть более убедительный. Смотрите, давайте еще раз вернемся к формулировке. Чего мы говорим? Мы говорим, что у нас есть оператор А, у него есть матрица А и А штрих. А еще у нас есть один базис и есть другой базис. И оба базиса ортонормированы. Давайте действовать просто прямолинейно. Давайте выпишем переход от матрицы А к матрице А штрих. Это мы, слава богу, уже умеем делать. Матрица перехода оператора к новому базису. Что нужно тут сделать? Значит, как выражается А штрих через А? А? Ну, давайте, скажите, как выразить А штрих через А? Если А и А штрих это матрица одного и того же линейного оператора просто в разных базисах. Эта формула должна была перед предыдущей контрольной снится вам в страшных снах. Ну, или не страшных? Да. Значит, А штрих равняется... Ну, давайте все-таки напишем С минус первая АС. Считаем, что С это матрица, в которой написаны... Значит, в С написаны по столбцам написаны координаты новых базисных векторов старым базисом. А теперь смотрите. Давайте посмотрим на такую вещь. Вот я возьму сейчас матрицу С и умножу на транспонированную к ней. Допустим, вот так. С на С транспонированную. Вопрос, что получится? Да. Спасибо. Спасибо. Смотрите, у нас в матрице С по столбцам написаны координаты новых базисных векторов в старом базисе. Что происходит, когда я такую матрицу умножаю на транспонированную ей? Давайте посмотрим повнимательнее. Я тут пытаюсь себя освободить чуть-чуть места, уменьшив эту формулировку Лемма. Что-то она не очень хочет уменьшаться. О, уменьшилась. Смотрите, вот у меня в матрице С написаны координаты новых базисных векторов. значит, допустим, у меня есть новые базисные векторы E1' и так далее E, N' у них есть какие-то координаты. Например, E1' равняется E1 E1' плюс и так далее плюс я ее по столбцу выписываю, поэтому Cn1' на En и так далее. En' равняется C1' E1' плюс и так далее плюс CnN' En. Значит, это координаты базисных векторов. Дальше. Вот у меня теперь есть матрица С, в которой все написано. Значит, вот у меня матрица С, здесь написано C1' 1' и так далее. C1' N' Cn1' А здесь будет C1' N' и так далее Cn' N' По диагонали будут квадраты, это правда. А что будет вне диагонали? Значит, здесь я пишу то же самое матрицу, только транспонированную. Значит, что получается здесь? C1' 1' и так далее Cn' 1' и так далее C1' на Cn' Вот такая штука. Ну, давайте мы их перемножим и посмотрим, что получается. Значит, вот я умножаю первую строчку на первый столбец. Получается, ну, то, что матрица получилась симметричная, конечно, правда, но я хочу большего. Значит, чего получается? Смотрите, беру, умножаю вот эту штуку на вот эту штуку. Это C1' 1' на C1' 1' плюс и так далее, плюс Cn' 1' на Cn' 1' Да, окей. Это на самом деле не важно. Давайте так напишем. Значит, вопрос, что написано вот здесь? нет, нет, не C1' 1' в квадрате. C1' 1' в квадрате плюс C2' 1' в квадрате плюс C3' 1' в квадрате. Чему равняется вся эта сумма? Если знать, что вот эти самые C1' 1' и так далее, Cn' это на самом деле компоненты вектора E1' квадрат нормы E1' совершенно верно. А что вы знаете про квадрат нормы E1' штрих? Здесь написано E1' E1' она равна 1' потому что E1' по условию ортонормированный базис. Здесь будет написано 1' дальше. А что будет написано вот здесь? Это значит, что я теперь должен взять ту же самую первую строчку умножить на второй столбец. Что написано вот в этом квадратике? Во втором. ноль. Почему ноль? Смотрите, у меня здесь по строчке написан первый базисный вектор, а здесь по столбцу написан второй базисный вектор. Потому что новый базис ортонормированный, и поэтому скалярное произведение вот этого базисного вектора с вот этим базисным вектором равняется нулю. Значит, это получается скалярное произведение E1' на E2' и здесь будет 0. Ну и что в результате за матрица получается? Понятно, что я так могу этот процесс дальше продолжать. Значит, все вот эти равенства, они связаны с тем, что базис ортонормированный. получается E. Смотрите, то есть я взял матрицу C, умножил ее на транспонированную к ней и получил тождественную матрицу. Что вы теперь можете сказать про матрицу C транспонированную? C транспонированная таким образом является обратной матрицей к матрице C. Поэтому вот эту формулу можно переписать теперь в виде C транспонированная AC. Значит, вот отсюда следует, что C транспонированная равняется C в минус первая. Ну, почему это так? Потому что кто такая C в минус первая? C в минус первая это такая матрица, которая при умножении на C дает тождественную. Но мы увидели, что таким свойством обладает транспонированная. Обратная акция, совершенно верно. Стало быть, значит, наши две матрицы связаны вот таким отношением. Ну, а теперь, если я транспонирую одну из этих матриц, H' транспонировать, это все равно, что транспонировать вот это выражение, C транспонированная от транспонированной C, а это то же самое, что Ct от C в силу того, что A симметрична. таким образом, мы видим, что действительно, если мы делаем переход в ортонормированном базисе, из ортонормированного базиса в ортонормированный базис, то вот эта матрица C обладает вот таким замечательным свойством, матрица, которая обладает таким свойством, называется ортогональными. матрица C оказывается ортогональной, и для ортогональных матриц справедливо вот такое равенство, и в частности отсюда следует, что свойство симметричности сохраняется. Как, есть ли вопросы по вот этому рассуждению? Значит, опять же, некоторые замкнутые утверждения сейчас на экране с формулировкой и доказательством. Есть ли вопросы? Точно нету? Хорошо. Давайте вернемся сюда. Смотрите, я говорю, что мы можем рассмотреть такой новый базис. Значит, вот у нас был какой-то исходный базис. Давайте мы теперь рассмотрим новый базис, который будет устроен так. Значит, у нас первый базисный вектор будет вот этот вектор W отнормирован. Пусть вот это будет первый базисный вектор E1' а остальные базисные векторы это мой ортонормированный базис в пространстве w вот в этом пространстве вот у меня есть возникает какой-то новый базис что он будет едва штрих и так далее n штрих поскольку мы знаем что все вот это пространство ортогонально вектору w то вот этот новый базис оказывается ортонормированный после того как мы перейдем в этот новый базис матрица оператора b по-прежнему останется симметричным в частности матрица его ограничения вот на это подпространство тоже останется симметричным заметим что это ограничение на самом деле устроена таким образом вот смотрите значит у меня как вообще устроена матрица оператор b давайте напишу что пусть у меня здесь будет пусть у меня б штрих матрица b матрица оператора b в новом базисе тогда как устроена б штрих она устроена как-то так вот здесь у меня просто стоит лямбда здесь стоят нули здесь стоят тоже нули и вот здесь стоит матрица b с волной значит ограничение оператора b на подпространство натянутая на вот эти базисные векторы на базисные векторы начиная со 2 заканчивая n там это в точности вот эта матрица она тоже симметрична по только что доказанному утверждению поскольку наш переход к новому базису это был переход от ортономированного базиса к ортономированному базис ну а значит дальше можно повторять процедуру или воспользоваться индукцией и сказать что теперь вот у этой матрицы b с волной тоже обязательно есть хотя бы один собственный вектор можно будет теперь вот в этом подпространстве выбрать опять же выбрать этот самый собственный вектор выбрать ортогональное дополнение к нему и дальше процесс продолжать ну или можно просто сказать что мы доказываем по индукции и тогда можно сказать что мы доказываем по индукции по размерности и тогда до матрицы с волной мы уже доказали что она диагонализируем и вот ну а значит можно и все диагонализировать и все переходы к новым базисом у нас это переходы от от артонормированного байса картонормированному базе как похоже на правду матрица симметрична, то это означает, что к ней применимо то же самое рассуждение, у нее все собственные векторы вещественные, вот уже у этой матрицы, и в частности есть хотя бы один собственный вектор с вещественным собственным значением. Никуда не денется. Здесь ключевой факт состоит в том, что мы смогли найти собственное подпространство. В любом собственном подпространстве на самом деле у любого оператора есть собственный вектор. Если оператор если мы точно знаем что собственное что оператор вещественное собственное значение вещественное это вещественный собственный вектор ну просто потому что собственное значение есть всегда и ему должен соответствовать какой-то собственный век ключевой 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 на самом деле рассуждение здесь состоит в том что мы можем найти мы можем найти вот это второе инвариантное подпространство и запустить эту процедуру в этом инвариантном подпространстве. Индукция именно вот так работает. Так, давайте еще вопросы. Хорошо. Ну, поехали тогда дальше. Значит, можно сформулировать следующие штуки. Смотрите, давайте вернемся немножко к квадратичным формам. Ради которых, в общем-то, мы все это сейчас и обсуждаем. Значит, пусть у меня q от u это есть вот такая штука. Некоторая квадратичная форма. b симметричная батрица. Значит, что мы доказали? Значит, на самом деле мы сейчас решаем задачку, похожую на ту точку, которую мы решали про линейные операторы. Мы пытаемся понять, как проще всего выглядят линейные операторы. Раньше мы пытались понять, как проще всего выглядят линейные операторы. Выяснили, что там многие из них диагонализируемые, а некоторые не диагонализируемые. Для них есть жарданово нормальная форма. Сейчас тот же вопрос про квадратичную форму. Значит, как к какому самому простому виду можно привести квадратичную форму? Оказывается, что в некотором смысле квадратичные формы устроены проще, чем линейные операторы. А именно, мы только что доказали, что матрица B, если она симметричная, она имеет собственный, значит, она имеет ортонормированный собственный базис. Оказывается, что если мы перейдем в этот ортонормированный собственный базис, то, во-первых, матрица B заменится так же, как матрица линейного оператора, то есть она тоже станет диагональной. А во-вторых, автоматически это означает, что вот эта самая Q будет выглядеть очень простым образом. Давайте сделаем такую вещь. Пусть C матрица, в которой по столбцам... Давайте я просто напишу матрицу перехода к ортонормированному. К ортонормированному собственному базису, диагонализирующему базису матрицы B. Как выглядит Q? Как выглядит матрица B'? А B' — это, давайте я скажу, что это матрица Q в новом базисе. Мы знаем, как преобразуется матрица квадратичных и бельнейных форм. Но, собственно говоря, мы обсуждали это в приложении к бельнейному форму, но поскольку квадратичная форма выражается вот так через бельнейную форму, то это одно и то же. Значит, это матрица. В новом базисе как она выглядит? Значит, B' равняется... Как преобразуется матрица квадратичных или бельнейных форм при переходе к новому базису? Какая там формула? Чем отличается формула перехода к новому базису для форм от формулы перехода к новому базису для линейных операторов? C транспонированная B' C, совершенно верно. Но в C по столбцам записаны координаты артенормированных векторов. Следовательно, как мы только что выяснили, C транспонированная C — это ождественная матрица, и C транспонированная — это то же самое, что C в минус первое. Таким образом, B' — это и есть C в минус первое, B, C. А что такое C в минус первое, B, C? Что за матрица такая? Матрица оператора в новом базисе. А какая она? Конкретно для такого нашего выбора C. Диагональная. Любая диагональная матрица симметрична. Значит, действительно, это просто диагональная матрица. Значит, просто матрица, в которой по диагонали написано собственное значение. То есть, смотрите, тут некое важное рассуждение. Смотрите, вообще говоря, билинейные формы и линейные операторы меняются по разным законам. Билинейные формы меняются по такому закону, а операторы меняются по такому закону. Когда мы говорим про всякие штуки, связанные с собственными значениями, это некоторые характеристики линейного оператора. Поэтому, вообще говоря, совершенно не было очевидно, что собственные значения нашей матрицы имеют хоть какое-то отношение к билинейной форме. Но оказывается, что имеют. А именно, оказывается, что конкретно у симметричных матриц есть такая матрица-перехода, которая обладает вот этим замечательным свойством, что для нее транспонирование и обращение — это одно и то же. Это, опять же, не для всех матриц-перехода верно. Это верно только для матриц-перехода, которые являются то, что называется ортогональными матрицами. То есть матрицами, в которых по столбцам записаны, или по строчкам, неважно, допустим, по столбцам записаны координаты ортонормированной системы векторов. И для таких матриц С вот эта формула и вот эта формула — это одно и то же. И таким образом мы можем пользоваться тем фактом, что вот эта штука диагонализирует наш оператор, ну а значит, она автоматически сдиагонализирует нам и матрицу билинейной формы. Таким образом, в новом базисе Q записывается в таком виде. Давайте я напишу Q1 и так далее. Давайте я здесь штрихи поставлю. Значит, как она записывается, что это такое? Значит, если матрица становится вот такой, как записать Q, просто видев некоторую формулу, некоторого такого алгебраического выражения? Значит, лямбда 1. Сейчас, 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 стойте, стойте, стойте. Значит, вот эти штуки — это сейчас не операторы, представьте, не векторы. Вот эти штуки — это у меня компоненты вектора. Давайте я здесь еще одни скобочки напишу. У меня сейчас U1' и так далее, UN' — это координаты вектора U в новом базисе. Это просто числа. Квадрат, да. Значит, лямбда 1, U1' в квадрате, плюс и так далее, плюс лямбда N, UN' в квадрате. Отлично. То есть, смотрите, что получается? Получается, что на самом деле любая квадратичная форма, переходом к некоторому ортонормированному, новому ортонормированному базису, записывается вот в таком виде. Очень простенькому. Ну, в некотором смысле, да, поэтому она квадратичная. Но квадратичная она потому, что там все степени двойки. Ну, и в исходном тоже все степени были двойки. Если считать, что если у вас есть произведение U1, U2, то у этого одночлена тоже степень двойка. Произведение двух одночленов степени 1. Вот. Окей. Смотрите, давайте я напомню, что у нас было такое определение. Значит, квадратичная, допустим, квадратичная форма. Я, кажется, сформулировал в либе линейнах, но это то же самое. Ку положительно определена. Если для всякого вектора U ку от U больше нуля, и ку от U равняется нулю тогда и только тогда, когда вектор U равняется нулю. Давайте еще парочку утверждений сформулирую. Точнее, не утверждений, а определений. Значит, квадратичная форма. Значит, это у меня положительная определенность. Дальше отрицательно определена. Это означает, что для всякого U, у от U меньше нуля. И опять же, квад U равняется нулю тогда и только тогда, когда U равняется нулю. Значит, вот два таких понятия. Положительная и отрицательно определенная форма. Давайте посмотрим. Если я привел форму вот к такому каноническому виду, как понять, она положительно определена или нет? Значит, как понять, форма положительно определена или не положительно определена? Как проверить, форма положительно определена или не является положительно определённым? Вот так будет правильно сказать. Значит, если форма записана в таком виде? Значит, тривиальное утверждение, форма положительно определена. Тогда и только тогда, когда все в канонической форме, все лямбда gt больше нуля. Положительно. Значит, если форма именно положительно определена, то нужно, чтобы все эти лямбды были именно положительными. Если будет какая-нибудь лямбда равная нулю, тогда мы можем сделать вектор, на котором форма обнуляется, а вектор будет не нулевой. Просто возьмем единичку, поставим в то место, где соответствующая лямбда. Так, у меня почему-то радостно вылетел Zoom. Давайте я сейчас еще раз сделаю скриншер. Да, это, значит, одна из двух возможных канонических форм. Я, честно говоря, не помню, значит, как... Короче говоря, можно с помощью вот такого прообразования, как мы сейчас обсуждали, можно добиться того, что матрица будет вот в таком виде. Можно, если еще разрешить изменять масштабы векторов, если разрешить вектором быть... Значит, если разрешить не ортонормированный базис, а просто ортогональный базис, тогда можно все вот эти лямбдочки сделать либо нулями, либо единицами, либо минус единицами. И это будет такая другая каноническая форма. Вот. Давайте я сформулирую критерий Сильвестра. Значит, критерий Сильвестра. Давайте рассмотрим некоторую матрицу B. Это матрица некоторой квадратичной формы. Симметричная, конечно. И давайте посмотрим на... На такие определители. Значит, вот у меня есть матрица B. И можно посмотреть на такие определители. На определители вот такого кусочка, на определители вот такого кусочка, на определители вот такого кусочка. Они называются угловыми минорами. Значит, дельта ИТА. Это есть определитель такой штуки B1,1 и так далее. B1,1 и так далее. B1,1 и так далее. Б1,1 и так далее. Если элементы положительны, тогда форма положительно определена. А если дельта первая отрицательна, дельта вторая положительна, дельта третья отрицательна и так далее, меняют знак каждый раз. Б1,1 и так далее. То форма отрицательна поделена. Если первый знак, нарушающий соответствующие условия. Если форма, значит, не ноль, то форма, как говорят, знака не определена. Значит, не является ни положительно определённой, ни отрицательно определённой. Значит, знака не определена. Это означает, что есть вектор, на котором форма положительна, и есть вектор, на котором форма отрицательна. Существуют такие U и V. Что вот такие утверждения, верно? Если первые дельта и ты, нарушающие условия, равняются нулю, тогда теорема ничего не говорит. Непонятно. Значит, вот такая теорема, такой критерий. Значит, смотрите, у нас есть два условия. Первое условие. Либо все элементы положительны. Тогда форма положительна определена. Второе условие. Значит, знаки этих определителей начинаются с минуса, а дальше чередуются. Значит, это второе условие. Теперь, значит, мы можем понять, значит, если мы начали смотреть на вот эти знаки, ну, допустим, первый знак оказался положительным. Значит, форма может оказаться положительно определённой, и мы смотрим на вот это условие. Если первый знак, который это условие нарушит, если первый дельта, который это условие нарушит, окажется ненулевым, то это означает, что форма знака не определена. То есть есть векторы, на которых она принимает положительное значение, есть векторы, на которых она принимает отрицательное значение. Если, наоборот, вот здесь условие нарушено, то есть, например, мы увидели, что первый отрицательный и второй тоже отрицательный, например, так, тогда тоже знака неопределенный. А если нам встретился ноль в какой-то момент, значит, ничего толком сказать не можем. Вот такая теорема, значит, я сейчас не успею ее доказать, но в следующий раз докажем. Значит, эта теорема позволяет быстро проверять квадратичную форму на положительную и отрицательную определенность. На самом деле это, опять же, важная история, потому что, ну, фактически, что такое утверждение про положительную определенность квадратичной формы? Это утверждение о том, что точка ноль у этой формы является точкой локального, а заодно и глобального минимума. Отрицательная определенность означает, что, наоборот, эта точка является точкой максимума. Отсутствие знака определенности означает, что у нас ни максимума, ни минимума в этой точке нет. И это для дальнейшего будет важно. Это важно для того, чтобы, когда вы получили некоторую точку, в которой вы подозреваете на то, что она то ли минимум, то ли максимум у какой-нибудь функции в нескольких переменных, вам нужно понять, проверить так называемые условия второго порядка. А именно понять, правда ли, что она максимум или минимум. Вот в одномерном случае это делалось очень просто. Мы просто смотрели на вторую производную и смотрели. Если вторая производная положительная, то был один ответ. Если вторая производная отрицательная, то другой ответ. В многомерном случае нам приходится изучать не положительность или отрицательность просто какого-то одного числа, а нам требуется разбираться с положительной определенностью или отрицательной определенностью целой формы. И критерий Сильвестра дает достаточно удобный инструмент для того, чтобы это проверить. Заметьте, что нам тут не нужно ничего особо сложного делать. Нам не нужно находить все собственные значения. Нам достаточно просто посмотреть на, вычислить несколько определителей. Но это гораздо проще. Вычислять определителей гораздо проще, чем искать собственные значения, например. Потому что вам не нужно находить корни каких-то многочленов. Это такая чистая арифметика. Вот. Ну, вот в следующий раз мы этот критерий Сильвестра докажем. Есть ли еще какие-нибудь вопросы? Сколько еще лекций будет? Я не знаю. У нас точно будет занятие на следующей неделе. А там как пойдет? Когда у вас всякие... Когда у вас сессия начинается? Прям совсем начинается. Уже во все идет. На следующей неделе. Ну, хорошо. Ну, ладно. По крайней мере, я хотел бы еще как минимум одну или две лекции прочитать. Но, может быть, на этом и закончу. Окей. Ну, ладно. Тогда все на сегодня. До свидания. Ну, ладно. Поехали. 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 Продолжение следует...